Дневник строительства Что будет за гараж? Длина гаража будет 7 метров, ширина 4 метра Сейчас мы с помощью экскаватора сняли лишний слой грунта Вывезли, немножко поравняли плоскость До этого нювелиром мы ее отбили И подошло дело копать ленту фундамента Сейчас с помощью экскаватора будем копать эту ленту Мы ее выкопаем Фундамент будет ленточный Глубина фундамента 80 сантиметров, ширина 30 сантиметров Опалубку поставим где-то сантиметров 20, местами 40 Это ноль плита пола гаража И от нее уже сразу пойдут стены То есть гараж, дом, его высоко поднимать смысла нет никакого Главное, чтобы вода туда не попадала И на машине было удобно заезжать Сейчас залили фундамент, ленту фундамента и плиту пола гаража монолитом Осталось пройти вибратором, выгнать из него весь воздух, чтобы вода поднялась вверх И тогда натянем леску По гидроуровню уже отбили майки И выровняем все в ноль С момента заливки фундамента и плиты пола гаража прошло уже более 20 дней Сейчас придет кирпич Мы уже пробили диагонали, у нас идеально ровный Который мы выставляли, когда собирали опалубку То есть сейчас кирпич прям поставим уже сюда И начинаем строительство гаража Дело подошло к кладке стен гаража Сейчас хочу рассказать, из чего будут стены В общем толщина стены будет 25 сантиметров Это по кирпичу По факту она будет у нас 30 сантиметров Потому что 12 сантиметров это кирпич фасадный Плюс 12 сантиметров это кирпич полнотелый забутовочный Вот он И еще 3 сантиметра, то есть 30 миллиметров Утеплитель будет полистирол, он же пеноплекс Чтобы стены гаража не промерзали Кирпич фасадный под баварскую кладку То есть он будет класться на белую кладочную смесь В принципе вы это все уже видели Чтобы был он похож немного с дома Высота гаража будет 3 метра 300 сантиметров Будут фронтоны, чтобы как я говорил опять же ранее У нас гараж и дом более-менее между собой сочетались И как-то друг друга дополняли Поэтому было принято сделать крышу именно двухскатную с фронтонами Сейчас мы сделали раскладку полностью Чтобы швы опять же вертикальные Совпадали со швами дома Так как они находятся рядом Они будут у нас в одной цветовой гамме С одного материала Естественно и швы мы будем делать аналогично Как на доме То есть сейчас сделали раскладку Диагонали изначально были отбиты ровно То есть мы по монолиту Которую заливали по опалубке По маленькому бетонному цоколю Уже сразу выставили углы От них выбрали нужный нам шов И в принципе сейчас начинаем Кладку стен гаража Облицовка закончена Осталось сделать два фронтона Но фронтоны мы сделаем уже после того Как сейчас снутри гаража В пол кирпича Обкладываем его кирпичом Монтируем утеплитель пеноплекс После этого уже доходим до верха Сравниваем верх полностью Выставляем фронтоны Кладем два фронтона Во фронтонах еще будут окна Сейчас я немножко хочу показать Как монтируем утеплитель Полистирол 30 миллиметров Пол кирпича Бут Вот он лежит Полнотелый Плотность 70 Марка М100 Сейчас я что хочу поговорить За счет того, что стена тоненькая Здесь получается пол кирпича лицо Пол кирпича бут Было принято решение Все щели, дырки, которые есть Все запенит Чтоб ничего не проходило Поэтому мы используем пену Хочу, чтобы вы обратили внимание Стены Делали из внутреннего бутового кирпича Который я показывал на видео Но качество окладки Старались делать по максимуму идеальное То есть Все швы забиты Нигде ничего особо не свисает И сама стена Плоскость идет почти идеально ровная На трех метрах разница где-то 5 миллиметров Для чего это делалось? Так как это будет гараж И скорее всего здесь по кругу будут стоять Всякие стеллажи, полочки Здесь в дальнейшем просто два слоя Может максимум три слоя Пошпаклюется Пошпаклюется и покрасится И в дальнейшем будет уже идти Гладкая, ровная, светлая стена Сейчас выставили опалубку Укрепили ее телескопическими домкратами Это будет перемычка над воротами Перемычка будет монолитная Сейчас я покажу как мы ее собрали Как мы ее делаем Потому что немаловажную функцию она выполняет Перемычка Что из себя представляет? Хомут 20 Ширина, 25 высота Сделан он из проволоки Диаметром 6 миллиметров Честно говорю мы их не гнули Продаются 25 рублей штука Стоят уже готовы Ровно согнуты Одинаковые размеры То есть нет смысла самому гнуть Идет 16 арматура Два контура сверху по углам Два контура снизу по углам То есть когда мы рассчитывали Эту перемычку Нам посчитал техник Сказал 4 прута И хомуты через 60-50 сантиметров Это более чем достаточно Но мы решили подстраховаться Добавили еще 14 арматура сверху посередине Один контур И 14 арматура снизу Один контур посередине Итого у нас получается Через 60 сантиметров Идут хомуты И снизу 3 контура арматуры Сверху 3 контура арматуры Миксер подъедет Буду бетоном заливать привозным К тому же марка у меня будет 300 Эта перемычка выполняет Очень важную функцию Экономить на ней И рисковать Замешивать допустим Самостоятельно бетон Привозным щебнем Песком, цементом Я не хочу Нет у меня такого желания У меня есть документы На этот бетон Я знаю, что проблем никаких не будет Утеплили Между кирпичом лицевым И монолитом Полистирол 20 миллиметров толщиной В принципе Больше не нужно То есть промерзать Промерзания никакого не будет Соприкосновения не будет Высота Общая Высота перемычки Получается 35 сантиметров То есть 350 миллиметров Ширина Получается 25 сантиметров То есть 250 миллиметров Этой перемычки Более чем будет достаточно Сверху у нас пойдет Небольшой фронтон Будет посередине окно Как бы нагрузки На нее нет Стоительство стен Гаража подошло К концу Сейчас построили Фронтоны Высота фронтона 110 сантиметров Задача была Сделать Градус фронтона Такой же Как градус Основной крыши Если на основной крыше Мы делали 2 метра 20 сантиметров Была высота фронтона И ширина Была 8 Ширина гаража У нас 4 метра Высота 110 Сейчас что мы сделали Сейчас проложили Маурлат Когда строили стены Заложили шпильку 12 миллиметров С гайкой С усиленной шайбой Сейчас к этой шпильке Проложили рубероид В качестве гидроизоляции Чтобы отсечь Маурлата Доску От кладки Стены Крыша гаража Собирается С доски 50 на 150 миллиметров Это конкретно Страпилы Сейчас вы уже видите Собрали каркас То есть идет Коньковый брус К нему подходят Страпилы Крыша Простая Двухскатная Точно такая же Как на основном доме И даже я больше скажу Что градус Наклона скатов То есть крыши Равен градусу Основной крыши Крыша будет Здесь металлочерепица Норман Коричневого цвета Софиты Карабан Будут белого цвета В принципе Новый Все то же самое Что на основной крыше Сейчас Прошел монтаж Паропленки Снизу Вот она Обрешетка И сейчас мы Укладываем утеплитель По скатам Сразу же Сегодня же Обязательно Будет укладываться Утеплитель Базальтовый Технониколь Которым в принципе Я всегда пользуюсь Только здесь Мы его будем укладывать В два слоя 10 сантиметров 100 миллиметров Толщина Также в шахматном порядке Укладываем скаты Дальше Гидропленка Контррейка Ну и Дальше Вы все увидите То есть Смысл точно такой же Как на основной крыше Единственное Что на основной крыше Мы его катаем По Полу Чердака Здесь он идет По скатам Поэтому здесь Изначально Был сделан Монтаж Паропленки Застилать сверху Гидропленку Контррейка Чтобы если Не дай бог Ночью пойдет дождь Утеплитель Не пострадал Закончили Обрешетку Сейчас пойдет Монтаж Металлочерепицы Обрешетку Сделали в основном Из доски 150 на 25 Миллиметров Почему так получилось Просто у нас Она осталась лишняя Завезли чуть больше А доски 100 на 25 Не хватило Вот в принципе Вся разница То есть Технически Это естественно Конечно Нарушений никаких нет Сейчас пойдет Металлочерепица То же самое Абсолютно Как на всех крышах Контррейка идет Чтобы был Вентилируемый зазор Между мембраной И металлочерепицей Сейчас делаем Металлочерепицу И крыша готова Вроде бы гараж Вроде бы крыша гаража Но по другому Собирать ее было Просто нельзя И опасно Без Контррейки Обрешетки Вентилируемого зазора Ну и так далее Во фронтонах гаража Установили окна Окна маленькие Но при этом Открывающиеся У них есть и форточный режим И режим полного открывания В принципе Ну Сказать что Была сделана ставка На то что Они будут давать С двух сторон свет Это будет неправда Потому что С одной стороны У нас расположен В трех метрах Дом двухэтажный С другой стороны Деревья зеленые Поэтому в принципе Счета на свет не было Но есть определенный расчет На вентиляцию И неплохой расчет На вид То есть Эти два маленькие окошка Во фронтонах Добавляют Очень привлекательный Вид гаражу Сейчас в гараже Закончили Все электромонтажные работы Сделали полную Разводку Электропроводов Это есть Фонари Освещения Сверху Дополнительные Фонари освещения Которые будут Над столешницей Чтобы можно было Над столом Что-то сделать Не ставить Никакую Светильник И в стены Висела лампа освещения Также Выводы Под розетки Под электрические ворота В целом Я вам скажу Гараж Вроде бы Небольшой В целом Что тут можно придумать Но с учетом того Что еще С двух сторон гаража Есть уличное освещение То есть С одной стороны Гаража Это Калитка Проходная зона С другой Стороны Этажа Это Зона парковки Что там нужно освещение Что там Опять же С гаража Выходят туда Два фонаря И выходят на ту сторону Два фонаря В общей сложности С нашими электриками Мы подсчитали И насчитали 14 точек 14 За точку считается Естественно И розетка И выключатель И лампа Установили дверь В гараже Фирма Бордер Дверь С двух сторон Металлическая При этом Утепленная Хорошая Качественная Гарнитура Имеет Два замка Хорошая ручка Почему брали С двух сторон Металлическую Потому что Гараж В дальнейшем Может будет Отапливаемый А может не будет Но в ближайшие годы Точно Топить гараж Никто не будет То есть Здесь будет Тоже очень холодно Если бы Поставили дверь Где здесь есть Там ламинация Дерево Ну и так далее То естественно Это быстро Могло бы прийти В негодность Было принято решение Поставить Полностью Металлическую Дверь С двух сторон Но при этом Утепленную В гараже Установили Панельные ворота Толщина Панели 45 мм Почему Именно такие Ворота Решили установить Потому что В будущее Гараж Возможно Будет Отапливаемый И если бы Поставили Обычные роллы Ну Здесь бы было Просто холодная Стенка Откосы на гараже Сделали Из металлопрофиля Белого цвета Такой же Точно металлпрофиль Идет На карабах Крыше И в принципе Идет классное Сочетание Возникнуть может Вопрос Зачем вы Заморачивались С откосами на гараже Если можно было Их сделать Полностью С фасадного Лицевого кирпича Как и весь гараж И все Это было бы Одинаково Красиво Ну и так далее Я вам скажу Такая ситуация Что с каждой стороны Откосов Ворот У нас стенка По 50 см Сверху лежит Монолитная перемычка И еще стоит Фронтон То есть Нагрузка Колоссальная Это все держится На полнотелом кирпиче Естественно Не на лицевом Керамическом Если бы я 12 см С каждой стороны Еще убрал Полнотелого И заменил бы На керамический И сверху Положил перемычку То перемычка Лежала бы Всего На 38 см С каждой стороны Полнотелого кирпича Ну то есть Как бы Это Такой момент Очень рискованный Вы сами Это прекрасно понимаете Потому что Все же Ну Как бы Вес он есть Вес будет давить Постоянно Никогда Этот вес Не будет давить Меньше Хотя стена Будет со временем Ну Становится слабее Никто не стал рисковать Сделали как есть Снутри Идет По 50 см Полнотелый кирпич И с фасадом Керамический Откоса Оставили на потом По откосам Тоже было Очень много Всяких Ну Вариантов То есть Хотели их Отштукатурить Хотели их Заложить Камнем И даже Были мысли О том Что попилить Кирпич Там на четверти И тоже Заложить С фасадного Кирпича Здесь Но ворота И без этого Узкие Приняли Самое Оптимальное Решение Металл Профиль Гараж Полностью Готов К эксплуатации Здесь Теперь Есть все Начиная От фонари Освещения Кончая Дверью Воротами И так далее Теперь Его можно Эксплуатировать Я показал Очень подробно Как мы его строили Что для чего В принципе Надеюсь Это кому-то Будет полезно Ну Или как минимум Вам это было интересно За просмотр Этого видео Спасибо За лайк Комментарий И подписку Огромное спасибо Оставайтесь На канале Дневник строителя Я вам обещаю Что дальше Будет больше Интересных И полезных Видео Сегодня Всем пока Спасибо